МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я хочу особо подчеркнуть, поблагодарить знаменитый Казанский авиационный завод, который делает бомбардировщики ТУ-160. Я когда впервые был на этом заводе и видел эту гениальную, выдающуюся машину, которая и сегодня охраняет наше небо и нашу безопасность, рад, что этот коллектив по-прежнему является передовым авиационным строением. В Татарстане много интересного и полезного, хорошо работают на земле, поэтому пожелаем труженикам успехов. Но те проблемы, которые связаны с разрушением советской экономики, советской власти и правотрудящихся, касаются и этой вполне успешной республики, которая уходит в пятерку наиболее динамично развивающейся регионов Российской Федерации. Мы вчера провели большое торжественное собрание, где полистали все страницы истории развития республики и показали особенно молодежи, что дала советская власть и каким образом формировалась дружба, интернационализм в этой многонациональной республике. Президент принял решение о том, что парад, посвященный Дню Победы, будет 24 июня. Как раз в этот день, в 1945 году, Сталин проводил тот легендарный парад. На трибуне были все маршалы и все командующие, герои Советского Союза, герои воинской славы. Шли и демонстрировали то, что они действительно оказались реальными победителями в годы войны. Они сражались под Москвой, они защищали Ленинград, они повергли фашистские орды под Сталинградом, освободили Европу и взяли Берлин. Я хочу, чтобы именно в этот день президент еще сделал один шаг навстречу исторической памяти и исторической правде. Тогда на Мавзолее Сталин принимал парад, а Жуков выступал с Мавзолея своей знаменитой речью. Есть книга «Речи, изменившие мир», там есть две речи. Есть речь Сталина 3 июля, когда в 1941 году он сказал «Братья и сестры», вспомнил всю военно-патриотическую историю тысячелетней нашей державы и заявил, что враг будет разбит, наше дело правое, победа будет за нами. Так вот тогда, именно к Мавзолею в 1945 году были брошены 200 гитлеровских стандартов, знамена всех мерзавцев, которые приперлись в нашу страну и которые развязали жуткую и страшную бойню. Мы заплатили 27 миллионов жизней лучших сынов и дочерей советской страны. Я хочу, чтобы в этом юбилейном параде участвовали все, кто помогал освобождать нашу родину и участвовал в войне против фашизма. Но мы обязаны снять маску с Мавзолея, которую после Ельцинской эпохи на Мавзолей специально надели. Ибо эта маска отгораживает и Путина, и всех нас, и всю историю от тех, кто ковал эту победу. Там рядом похоронены 32 маршала и генерала, там лежит Гагарин вместе с своими друзьями, а его именно первого космонавта встречали на этом мавзолее. Там выдающие ученые. Красная площадь должна приобрести тот облик, который она имела в победном 45-м. Это вопрос принципа. Обращаемся официально к президенту Путина. У нас Харитонов подготовил специальное постановление на эту тему. Оно внесено в Думу. Я надеюсь, что эта инициатива нашей партии Патриотических сил поддержит и Единая Россия. Мы вчера встретились с Решетниковым. Он новый министр по экономике. Два предыдущих министра увлекают вообще убожество, которое посадили абсолютно не напрасно, который не занимался экономикой, а занимался распродажей последнего, что есть в стране, и сам проворовался. Орешкин больше обещал и делал прогнозы, ни один из которых не сбылся. Что касается нового министра, вчера он довольно обстоятельно отвечал на вопросы, которые поставила фракция. Очень энергично участвовали в этом и Кашин, и Харитонов, и Коломейцев. Участвовал Ревчев, Смолин и наши товарищи Афонин. Я считаю, что сегодня он придет в Думу подготовленным. Почему? Потому что мы отправили программу вывода страны из кризиса. Наши конкретные предложения по поддержке всех, кто в этом нуждается. Мы считаем, что средства, которые выделяют сегодня, должны быть немедленно доведены. До конкретных исполнителей. Те, кто работает на строительных площадках, учреждениях, организациях. Многие, к сожалению, этой реальной помощи не увидели. Слово сказать, не почувствовали эту помощь и работники медицинских учреждений. Вроде контролируют, вроде проверяют, но по-прежнему в полном объеме не выполняется то поручение, которое высказал президент. Мы специально, Куринный подготовил заявление, которое сегодня огласим на заседании Государственной Думы. Система, связанная с управлением и исполнительская дисциплина, в принципе, хромают больше всего. Коронавирус – опасность, но мы для борьбы с этой опасностью реально сформировали свою программу. Мы настойчиво рекомендуем и дальше оказывать помощь, прежде всего, медицине и медицинским работникам. Поднять престиж и авторитет всех, кто этим занимается. Сейчас я хочу поклониться и поблагодарить Бабу Зину, которая проявила инициативу в 97 лет для сбора средств и поддержки тех семей, которые потеряли врачей. У нас погибло, по-моему, 250 врачей и медицинских работников. Надо все сделать для того, чтобы реальную помощь почувствовал каждый труженик. Мы будем активно участвовать в этой инициативе и благодарим ветеранов, участников войны, которые сохранили и чувство ответственности, и одновременно проявляют удивительное милосердие и активность, несмотря на свой возраст. В целом, ситуация с болезнью, на мой взгляд, уходит в новую стадию. Она связана с тем, что главная болезнь – это, прежде всего, вирус безответственности и неисполнительности. Нам надо все сделать для того, чтобы изменить курс. А для этого мы подготовили 15 поправок к Конституции. И сейчас обращаемся официально к президенту рассмотреть наши поправки и рассмотреть проект закона о Конституционном собрании. Потому что продавливание Конституции, которое не учитывает главные требования, чтобы все недра работали на каждого человека, все богатства и производства работали на всех гражданах страны, чтобы урезонить нашу олигархию, которая продолжает жреть. За два месяца болезни, как сообщил ФОРМ, наша олигархия хапанула дополнительно 62 миллиарда рублей. 62 миллиарда хапанули, а все граждане остальные потеряли в своих доходах почти 15%. Это вопиющее безобразие должно быть изменено. И прежде всего решением и изменением статей Конституции. Недра и все богатства принадлежат народу. Русский государство, образующий язык, и народ должен получить поддержку. Мой материал «Русский стержень державы» отправлен всем членам Совета безопасности и руководителям регионов. Я настаиваю на том, что этот материал был официально рассмотрен на Совете безопасности заседания правительства и Государственной думы. Нам надо принимать экстренные меры. За 30 лет этих безумных реформ, воровских, спекулятивных, мерзительных по американским лекалам, русские потеряли 20 миллионов. Напоминаю, ровно столько русский народ потерял в годы войны. Так вот, к слову сказать, сталинский тост 24 мая, последний, когда он принимал командующих всех фронтов и наших героев, был за талантливый, храбрый и мудрый русский народ. Мы должны выполнить и то пожелание верховного командующего, которое он тогда высказал. Я считаю, что наступила очередь для этого Путина. Субтитры создавал DimaTorzok